Здравствуйте, уважаемые зрители! Нам приятно вновь встретиться с вами на программе «Познаем истину». Тема нашей встречи сегодня – «Искупитель Ива». Вместе с вами мы откроем Священное Писание, Книгу, Библию. Но вначале я хочу представить гостей нашей студии. Сегодня у нас в гостях Евгений Костерин, менеджер, Денис Баратов, руководитель благотворительной организации «Адра» в России и пастор церкви Святослав Музычко. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Сегодня непростая, наверное, тема. Вообще, каждая тема, когда мы читаем Книгу Ива, она задаёт очень много вопросов. Но вначале давайте мы прочитаем Книгу пророка Исаия, 53 глава, 4 текст. Пожалуйста. «Ведь Он понёс на Себе все наши недуги, Нашу боль Он принял на Себя, А мы думали, что это Бог Его разит, Что им Он унижен и уязвлён». Хорошо. Каждый в своей жизни не один раз сталкивался с несправедливостью. С ней можно хоть как-то бороться или это делать бессмысленно вообще? Нас обижают, нас обходят. Нам говорят такие вещи, о которых мы не заслуживаем. Мы говорим, ну почему такая несправедливость в этом мире? И так всё-таки с ней можно как-то бороться или просто нужно смириться? Я смотрю, наверное, что мы вкладываем в слово «смысл бороться», что на это физически применять что-то какое-то в свою защиту? То есть с тобой поступает несправедливо, ты должен просто опустить руки. Ну что ж, есть она в этой жизни, поэтому ничего не подделаешь. Есть разные виды несправедливости. Есть несправедливость, когда ты должен противостать твёрдо, когда ты можешь что-то сделать, чтобы эта несправедливость прекратилась, и на тебе это ответственность. Если ты наблюдаешь какую-то несправедливость по отношению к кому-то, а ты можешь просто пройти мимо, вопрос к тебе. Мы находим в Евангелии уникальный случай, когда Христос рассказал причёс о морянине. Его избили, с ним поступили несправедливо, и мимо него проходили три человека, и только один отреагировал на несправедливость. Но есть несправедливость по отношению ко мне, и тоже Христос в Евангелии очень конкретно показывает. Если ударят тебя, то ты подставь другую. Если тебе говорят пройти один путь, одно поприще, так будь готов пройти два. То есть по-разному. Необходима мудрость, чтобы понимать, как на какую несправедливость реагировать. Но опять же, братья, если опыт Иисуса Христа, то вот в той же 53 главе, то, что мы сейчас читали, написано, что Он безгласен был, то есть Он не открывал, не уст, не шёл. И на суде мы знаем, что Господь тоже как-то не пытался, наверное, победить или побороть эту несправедливость. У нас, наверное, всё-таки должны быть те же чувства, тоже всё, что раз мы ученики Христа, раз мы его последователи, то, наверное, должны быть те же самые чувства, те же самые мысли. Поэтому, я думаю, если мы будем бороться, что-то доказывать, что-то... То сможем ли мы, опять же, как сказано в Библии, роста себе добавить или цвет кожи поменять или что-то? Мне кажется, это действительно может быть даже пустая трата времени. Смотрите, вот то, что сказалось... Самое главное, что думает о нас Господь, а не то, что люди, опять же, обращаясь к словам Священного Писания. Ведь несправедливость – это, наверное, просто образ жизни нашей, потому что, когда мы говорим о том, как несправедливо поступает по отношению к нам, но всегда ли мы справедливо поступаем по отношению к другим людям, действительно, когда мы видим, что другого обижают, мы мимо-мимо спокойно проходим и потом возмущаемся, почему в обществе такое происходит. А потому что, наверное, я не знаю, это стиль жизни твой, твое отношение к людям помогает тебе спокойно пройти, когда ты видишь вот такое явно несправедливое действие. А если у каждого свой взгляд на жизнь, как при этом подойти к одному правильному решению и, наверное, вот это решение, иметь определенное мнение, общее такое, и принять, наверное, самое правильное решение в жизни? У каждого свой взгляд, но нам нужно в каких-то вещах приходить к общему мнению. Возможно ли это? Возможно, наверное, тогда, когда мы ориентируемся на какой-то один нравственный идеал. И если мы называем себя христианами, то для нас нравственным идеалом является Христос, Бог, Его мнение, Его Слово, Его воля, Его принципы. И если это у нас основание, то мы тогда можем все прийти к этому одному знаменателю, имея разные представления, но ориентируя их на то, что говорит Бог. Вот почему очень часто в Библии мы находим, так говорит Господь. И это уравнивает тогда, и помогает нам ориентироваться правильно и выбирать правильные решения. То есть если есть определенные ценности, опять же, ценности, которые записаны в Священном Писании, потому что они наставляют тебе «Я дарую тебе определенную мудрость». Почему мы принимаем неправильное решение? Потому что не хватает мудрости. А мудрость, она просто так вот, она не появляется. Либо необходимо иметь жизненный опыт, либо необходимо иметь определенные какие-то знания. А почему непринятие твоего мнения многими воспринимается как поражение и даже как оскорбление? Я вот вам предложил что-то, а вы не принимаете его. Я считаю это как оскорбление. Наверное, гордыня. Где-то у людей, наверное, какая-то гордыня или амбиции большие движут, наверное, людьми. Когда человек живет только своими интересами и не ставит наравне хотя бы интересы других людей, конечно, его будет всегда все задевать. Но вы люди, наделенные определенной властью. Почему власть делает людей такими амбициозными тогда? Много возможностей. Человек начинает автоматически думать о себе. Евгений, возможности дать или возможности забрать? Образно говоря. Возможность забрать, к сожалению. Возможно забрать. Я думаю, власть это все-таки не сама власть портит, а как инструмент, наверное, потому что изначально с какими, может быть, мотивами человек добивается какой-то власти что-то, либо сделать какие-то положительные изменения, там что-то где-то в обществе или в своей организации, либо действительно использовать эту власть как-то в своих личных целях. А сама власть, мне кажется, это больше как инструмент, который, может быть, дает вот эти вот возможности. Хорошо, у нас, например, разные мнения. Вот чтобы не было большого спора и вражды, стоит ли тогда просто поменять свое мнение по данному вопросу и согласиться с вашей идеей? Наверное, в каких-то случаях и стоит. Но для этого, опять же, как вы уже говорили, необходима определенная мудрость. И если у меня есть серьезные принципы, если мнение другого человека противоречит принципам моим, моим ценностям и противоречит Слову Божьему, то, естественно, я не могу изменить. Но если это просто мнение, которое не идет в противоречии с конкретными заповедями Божьими или принципами Божьими, или тем, что мне говорит моя совесть, то я просто могу уважить другого человека, снизойти к мнению другого человека, как бы стать в сторону и посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, с другой позиции. А может быть, он на самом деле прав? А может быть, это я заблуждаюсь? И ничего страшного в этом нет, а может быть, впоследствии, даже я еще поблагодарю этого человека за то, что он предложил мне вот такое решение этого вопроса. Мы говорим об Иове. Справедливо ли было со стороны Бога наблюдать или допускать такое, я хочу здесь употребить такое слово, издевательство над Иовом, наблюдая за развитием вот этой истории со стороны? На первый взгляд, несправедливо. Если я не знаю всю историю от начала до конца, то это, на первый взгляд, несправедливо. Но когда мы читаем дальше, когда мы читаем о жизни Иисуса, когда Он пришел на нашу землю, начинается... Мы можем ответить на те вопросы, которые мы сейчас задаем. То есть, вначале кажется очень странным, да? Можно сказать даже, я не знаю, согласитесь ли вы с этой идеей, что именно Бог обратил внимание на Иова. Спровоцировал. Спровоцировал дьявола на то, чтобы он начал так вести себя по отношению к этому богобоязненному человеку. И получается, такая ситуация произошла, Бог на небе, Иов на земле, продолжает страдать, и Бог наблюдает за развитием этой истории. Но вы правильно сказали. Давайте мы посмотрим немножко дальше, потому что на этом история не заканчивается. Прочитаемая книга Иова, 19 глава, с 25 по 27 текст. Интересно, как сам Иов реагирует на эту проблему, на свои страдания. «А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. Истоевает сердце мое в груди моей». На кого надеяться? И вот в этой ситуации, когда мы много говорили, что он делает вызов Богу, он говорит, что Бог его убивает, он говорит о том, что Бог не выходит, чтобы с ним, образно говоря, сразиться вот так один на один. И вот здесь удивительно, что вот это заявление, которое мы читаем, «А я знаю, искупитель мой жив». Кто этот искупитель? Ну, тот же Бог. Полагался на Бога, да, он знал. Я думаю, что Иов, как и все люди в древнем мире, они знали то обетование, которое было заложено еще и в Едемском саду. Мы читаем, когда вот Иботия 3, 15, поэтому он знал о Мессии, об Искупителе, который поможет всегда в трудный момент. Ну, смотрите, хорошо нам Бог творец, это понятен, Бог, который творил. Интересное выражение «Бог-Искупитель». Что мы вообще подразумеваем под этим словом «искупление»? Сегодня это слово, наверное, очень редко так употребляется в обиходзе, его, наверное, многие люди даже не слышали. Итак, что такое «искупление» и «Бог-Искупитель»? Спасение, наверное. Первое, что приходит на обыдание – спасение, да. Человек спасает, выкупает от чего-то, от какого-то наказания или от неминуемой смерти. То есть искупить это надо выкупить? Это нужно заплатить за кого-то? Как вы думаете, Сидорслав? Я думаю, что искупитель – это тот, который должен восстановить и вернуть все в прежнее состояние. Тот, который может это сделать, тот, который может заплатить определенную цену, у которого есть возможности и средства, который может вернуть все обратно. Потому что… Ио, посмотрите, что он говорит. «Моя кожа распадается, но я верю в того, который может все это восстановить». Не один человек… То есть он надеется на воскресенье. Он надеется на восстановление и на воскрешение. Да, он надеется на то, что будет тот момент, он говорит, в тот, в последний день он восстановит. Вот вернет все, как было прежде. А подразумевает ли искупление, что должна быть обязательно быть смерть за кого-то? Естественно. Мы говорим о каком-то как замещении. Если мы говорим в библейском понимании, то возмездие за грех – смерть. И должна была быть уплачена определенная цена. Цена. Эта цена назначена самим Богом. И только Бог ее мог уплатить. Вот почему Иов называет Бога здесь искупителем. Он понимал, что никто другой не мог уплатить эту цену за искупление или восстановление человека. И только Бог. Но эта цена, она не дается дьяволу? Потому что мы говорим, человек оказался во грехе. Нужно ли Богу было заплатить дьяволу за то, чтобы человек мог жить? Это не оплата дьяволу. Это просто восстановление справедливости. Это восстановление принципа или следование принципу, который был установлен. По отношению к самому же Богу. Да, по отношению к самому Богу. Потому что Бог сказал, это не вопрос, что дьяволу нужно теперь заплатить, чтобы он… Чтобы его умиротворить. Чтобы умиротворить, и он отдал грешника. Нет, потому что, как вы сказали, Бог сказал свое слово, возмездие за грех – смерть. Теперь либо нужно было нарушать тот же закон, который дал Господь, а тогда какое отношение может быть и претензии к человеку, который в своей жизни, каждому из нас, если мы тогда будем нарушать закон Божий. Ну, давайте мы начали говорить о Христе, об Искупителе. Давайте мы прочитаем Иоанн Гетояна, 1 глава, с 1-го, 4-й текст. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Из 12 по 15. Давайте это же глава, 1-я. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Замечательные тексты. Возникает вопрос. Вот здесь мы читаем, что Иисус приходит к людям. А почему Бог идет на землю? Другого пути, чтобы восстановить отношения с грешным человеческим родом и восстановить справедливость, не было. Святослав, я сейчас тогда сразу хотел бы сразу задать еще тогда вопрос. Вы говорите, чтобы восстановить, чтобы… Это не является ли определенной такой коррекцией исправлением того, что сам Бог допустил в своих деяниях? Я не думаю, что можно назвать это коррекцией. Это можно назвать движением вперед. Потому что, если ты корректируешься, возвращаешься назад и восстанавливаешь что-то, Бог двигается вперед. Бог идет навстречу к человеку. Раньше Бог был только Богом. Но это исправление Богом своей же проблемы, которую Он допустил? Или нет? Ну, если говорить очень грубо, конечно, то можно сказать, что Бог сам решает ту проблему, которую создал человек. Не Бог. Бог не сотворил проблему. Бог сотворил человека и дал человеку свободу выбора. Но Бог взял на себя ответственность за то, что будет делать человек. И Бог не отказался от человека. То есть проблема греха – это не проблема Бога, как говорят многие люди. Вот Он это допустил, Он это сделал, и поэтому мы сегодня так страдаем и мучаемся. Бог принял на себя эту ответственность. Потому что любой человек, который что-то делает, и он понимает, что это его, он принимает на себя ответственность за последствия. Бог творил человека, творил человека совершенным, но в какой-то момент произошла эта проблема. Это тайна беззакония, названная в Священном Писании. И Бог не отказался от человека согрешившего, как от неудавшегося эксперимента. А человек мог устоять, да? Можем ли мы говорить, что человек мог устоять? Мы можем. История могла бы развиваться История развивалась бы совершенно по-другому, если бы человек добровольно не выбрал путь противления Богу, не послушался голоса падшего ангела. А почему вот эта война, начавшаяся там на небе, она вот так продолжается на земле? Всё-таки это желание Бога было, чтобы здесь вот на земле происходило то, что происходит, когда мы говорим о нашей земной истории, и, к сожалению, не совсем приятной. Можно было бы, конечно, сразу решить тоталитарным способом, всё закрыть сразу, и уничтожить, и забыть эту историю, не дать возможность другим мирам об этом узнать. Но это бы не решало проблемы, греха. Но дьявол мог быть низвержен не на землю, а на какую-то другую планету. Но тогда было бы это каким-то справедливым решением. Тогда, может быть, и тогда и у падших дьяволов, кто последовали за Люцифером, тогда и остались те же аргументы, наверное, то, что и предъявлял Люцифер, что Господь тиран, Господь не даёт права выбора, Господь не даёт свободы. мы допускаем, что кроме земли были какие-то ещё другие места, где, ну, я не знаю, назовём их люди, да, вот так живут. То есть дьявол мог быть сброшен не к нам, а вот сюда, на соседнюю территорию, скажем так, в соседнюю страну? Конечно, мог бы, но он выбрал землю. А почему? Потому что Бог видел, что мы более сильные, мы сможем выдержать вот этот сброс дьявола на землю? Наверное, если мы вернёмся в Священном Писании, мы можем гипотетически допустить, что Бог мог определить для дьявола другое место. Но если, опять же, мы читаем Слово Божие, именно наши прародители, они открыли эту дверь для дьявола. Если ты не откроешь дверь, то к тебе не войдут. Дьявол не мог вломаться в их жизнь, и не мог он захватить эту планету как-то другим воинственным способом, потому что на этой планете были люди, которые отвечали за неё, эти люди были наши прародители. И дьявол применил другой способ, это хитрость, и люди открыли для него дверь этой планеты, и можно сказать, что они сами предоставили ему эту возможность превратить нашу землю в тот плацдарм борьбы против Бога. Хорошо, давайте мы прочитаем книгу Иова, 10 глава, 4-5 текст. На что жалуется Иова? Разве глядишь ты очами смертного? Разве взор твой, как у человека? Разве дни твои дни людские? А годы твои, что мужа дни? Скажите, вообще жалобы Иова обоснованы, когда он жалуется Богу на свои переживания, свои страдания. Он как бы говорит, да, ты далеко, а я здесь. Я не могу тебя сравнить с собой, потому что мы вот здесь, мы не рядом, мы не те люди, которые сидят, образно говоря, за одним столом. Жалобы обоснованы? По-человечески обоснованы. Когда человек страдает, и он смотрит на другого человека, который здоров, то, естественно, он говорит ему, ты меня не понимаешь. Вот то же самое Иова говорил по отношению к Богу. Ты меня не понимаешь, потому что я страдаю, а ты-то не страдаешь, потому что ты совсем другой, ты отдалён от меня, ты далеко от меня. Но это говорило о том, что он не понимал, насколько Бог близок к нему. А человеческие страдания, они очень больны для Бога? Наши страдания для Бога чувствительны? Если мы читаем снова Слово Божье, мы находим там удивительное выражение, где Господь говорит, кто касается вас, тот касается зеницы ока моего. То есть мы можем допустить, что Бог, как наш отец, Он на самом деле страдает, когда Его детям больно. Когда мы смотрим на наших детей, у которых какая-то проблема, как болезнь и переживание, то иногда мы даже можем сказать, я бы лучше сам болел. То есть нам больнее... Нам больнее, чем, наверное, больнее этому ребёнку. Можем сказать, что Бог несёт то же бремя страдания, у него также болит сердце, или что-то болит у него, когда мы страдаем, когда мы несём какое-то переживание. То есть мы можем с этим согласиться, потому что мы уже знаем, что произошло с Иисусом Христом, и мы сейчас как раз об этом ещё и поговорим. Мы видим, что Иисус Христос не был таким определённым супергероем, который не боится ничего, не чувствует боли. Давайте Евангелие от Матфея, 4 глава, 2 текст. Посмотрим на состояние нашего Господа. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Что мы здесь видим? То есть он испытывал... Голод. Те же чувства, что у человека... Те же чувства, что у человека. Ему было так же больно, то, что мы говорим, потому что можно вспоминать очень многие истории библейские, когда он плакал, когда он сожалел, когда он горевал, когда... Вы помните этот момент оставленности, когда друзья его оставили, как он горевал. Если бы он был вот таким, как сегодня представляют, это его не касалось ничего, это была бы другая ситуация. Но здесь, наверное, возникает еще вопрос, когда мы читаем Евангелие от Луки, 19 глава, 10 текст. Давайте мы его прочитаем. Евангелие от Луки, 19 глава, 10 текст. Что сказано о нашем Господе? «Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Вот очень интересно. Здесь написано «сын человеческий». Так вот, приходит сюда, на землю Сын Божий или Сын человеческий? Как нам воспринимать Иисуса Христа, который был здесь на земле? У него было две природы, и Божия, и человеческая. Как мы говорим, слово Библия говорит, что мы имеем такого первосвященника, который знает нас полностью, у которого те же чувства не было, который был во всем испытан, но не согрешил, как не согрешили люди. Поэтому не отрицать, что у Иисуса не было человеческой природы, это неправильно. Но в то же время Он оставался Богом, это Господь. А если мы говорим о том, что Он был как человек, вот принятие Сына Божьим человеческой природы, ставит ли нас и Его в одинаковое положение уязвимости от греха? То есть Он был точно так же уязвим от греха, как и мы, если мы говорим, и мы Сын человеческий, и Он Сын человеческий. Мы можем сказать, что Он был подвержен искушениям, то есть искушения на Него влияли. Вот тот текст, который мы прочитали в Евангелии от Матфея, что Он был введен в пустыню для искушения, но Он не отреагировал, так отреагировали наши прародители, и Он не отреагировал на искушения, так как иногда мы реагируем, поддаваясь на них. И то, что вы процитировали текст в послании к евреям, 4 глава, 13-15 текст, то есть Он был искушен во всем, кроме... Но грех над ним не имел власти. Грех над ним не имел власти. Друзья, мы прервемся на несколько минут и продолжим нашу беседу. Уважаемые зрители, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Уважаемые друзья, мы очень признательны вам, что вы по-прежнему с нами. Это программа «Познаем истину». Хочу вновь напомнить вам о том, что вы можете связаться с нашей программой. Номера телефонов вы сейчас видите на своих экранах. Мы говорили о том, что наш Спаситель был искушен во всем, кроме греха. То есть, он видел грех, он понимает проблему греха, но не совершает самого греха. А человек может жить не греша? Давайте мы почитаем первое послание апостола Иоанна, 3 глава, 6 и 9 текст. Первое послание Иоанна, 3, 6-9. Пожалуйста. «Потому всякий, кто с ним не грешит, а всякий, кто не видел и не познал его, тот грешит. «Всякий, кто от Бога рожден, не для греха живет, ибо в нем семя Божие. Он не может грешить, потому что рожден от Бога». Ну, может быть, многие наши зрители, которые смотрят эту программу, скажут, но несколько удивительно звучат эти слова, потому что каждый из нас чувствует, что он грешит. Итак, все-таки можно жить не греша? Согласно Священному Писанию, можно жить не греши. Сколько? Хорошо. Одна минута, две, пять, день. Сколько можно прожить и не грешить? Вот как это на практике происходит? Потому что можно делать разные заявления. Этот текст можно так посчитать, ну, вы знаете, так написано, что человек может жить без греха, однако многие могут сказать, ну, у меня это не получается. Видите, очень интересные вопросы, на самом деле он очень важный, потому что он показывает иногда человеку, где его зона ответственности. И давайте так подумаем, что иногда мы можем даже сделать грех, не осознавая, что это грех. А если мы читаем восьмой текст третьей главы первого послания, она здесь конкретно сказано, кто делает грех, тот от дьявола. Что значит делает грех? То есть я осознаю осознанно, я понимаю, что это грех, но тем не менее, мне это выгодно или еще какие-то оправдания я для себя нахожу. То есть я понимаю, что я делаю зло и все равно его делаю. Вот почему Иоанн говорит, это от дьявола. То есть в этот момент, когда ты совершаешь осознанный грех, ты становишься открыто на сторону дьявола. А что может отбить вот это, если можно так сказать, отбить желание грешить? Понимание последствий. Наказание? Понимание последствий, понимание того, что происходит тогда, когда ты делаешь грех. Знаете, наверное, вы слышали, что есть такое выражение, почему человек не грешит? Наверное, не один раз вы это слышали. Первое мнение, почему человек не грешит, потому что нет возможности. Были бы возможности, согрешил бы. Второе, человек не грешит, потому что боится последствий. То есть если он понимал бы, уверенно, что последствий не будет, ничего не будет за это, он бы тоже согрешил. А третье, почему он не грешит, потому что боится Бога. Потому что понимает, что этот грех – это не просто какие-то земные последствия, а совершенный им грех – это разрыв отношений с Богом, это как бы образно еще один гвоздь в тело Спасителя, это страдание Богу, который страдает, реально страдает, когда человек совершает против него нечто. Я хотел добавить, что боится не в плане того, что он страшный и так далее, он боится его расстроить, боится ему сделать больно. Да, мы люди же понимаем, когда у нас что-то не склеивается, когда мы поссорились, каждый же чувствует, что с тобой происходит внутри, и тебя не били, тебя, может быть, не оскорбляли, но ты ходишь опустошенный, тебе очень плохо, потому что в течение нескольких дней есть люди целыми местами, когда они не разговаривают, и ты понимаешь, что, или, может быть, не дай Бог, когда ты совершил определенное предательство по отношению к другому человеку, мы чувствуем, что с нами происходит. Вообще нам тяжело с Богом или тяжело без Него? Тяжело без Него, конечно, потому что, опять-то, возвращаясь к тому вопросу, насчет можно ли жить без греха, или может ли человек жить не греша, я думаю, конечно, если у человека хорошие отношения, постоянное отношение с Богом, то жить с Богом, тогда намного проще жить. А взятые на себя обязательства перед Богом, они не тяжелы? Понимаете, что ты постоянно должен, ты сказал, вот да, Богу, и ты должен теперь нести ответственность, ты должен отвечать за свое слово? Все зависит от качества отношений с Богом. Вы знаете, в мире мы тоже можем брать на себя много обязательств, через некоторое время нам их нести невозможно. Почему? Потому что отношений нет, потому что мы отделяем вот эти обязательства от себя. Но если мы живем с Богом, и недаром в Евангелии сказано, вы вкусили, что благ Господь. То есть, если ты попробовал, насколько это великолепно жить с Богом, то эти обязательства, они становятся для тебя ограничивающими, а наоборот, они помогают тебе развиваться. Бог помогает тебе развиваться, и Бог помогает тебе жить в исполнении этих твоих обязательств. Они для тебя не ограда, они для тебя не бремя, они для тебя радость. То есть, при любезных отношениях никогда для тебя кто-то не становится обузой. Господь не требует чего-то, то, что невозможно было исполнить, или что-то такого, что не в наших силах, а что является какой-то тяжестью для нас. В какой-то момент иногда кажется, что очень тяжело нести Божьи принципы и жить по Его правилам и законам, но это ошибочное чувство. Когда мы видим, к чему это приводит нас, к какому изменению, мы понимаем, что да, стоит немножко потерпеть, переломать что-то, какое-то свое желание, в частности, греховное. Да, но у нас есть определенное, да, мы говорим человеческое достоинство, и вообще-то ты можешь не обращать внимания на закон Божий, а тогда как ты живешь? Все равно у тебя есть определенные принципы, по которым ты должен жить, и ты становишься человеком, ты чувствуешь себя, ну, человеком, когда ты выполняешь то или иное. Давайте мы вычитаем еще первое послание Иоанна, 2 глава, 6 текст, это очень интересный текст. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Вы знаете, ну, это колоссальный текст. Не слишком ли вот высока планка для нас быть похожим на него? Кто говорит, что пребывает в нем, тот и должен поступать, как он. Могу ли я поступать, как поступает Бог? Вы знаете, очень хороший пример – это дети. Они стараются быть похожими на своих родителей. Вот в хорошей семье, когда есть взаимопонимание между детьми и родителями, дети действительно стараются, и они не задумываются, что это плохо или хорошо, они просто хотят быть похожими. Но опять же здесь, наверное, очень важен момент, то, что написано, если пребываешь в Боге, да, просто так не получится. То есть тебе нужно постоянно быть, ну, жить, образно говоря, в Боге по Божьим принципам нахождения. Тогда тебе становится легко. Тогда ты не делаешь даже какого-то определенного усилия заставить себя быть хорошим человеком. Ты им становишься, потому что ты так научен, ты воспитан. Он воспитан чем? Божьим словом. Очень часто слово, очень часто хорошее слово, да, в Библии случается, когда по обыкновению, да, когда уже входит это в какую-то твою вот обычай, традицию, когда это уже просто автоматически уже идет и не требует каких-то особых усилий что-то исполнить. Я вспомнил одну историю, которая, может быть, как-то проиллюстрирует. Когда женщина вышла замуж, и вначале все было хорошо, была любовь, но потом через некоторое время отношения стали рушиться, естественно, придирки какие-то, претензии друг к другу. И однажды муж предъявил ей целый список того, чего он хотел бы, чтобы она делала по отношению к нему, как к его супруге. Когда она прочитала этот список, она возмутилась и поняла, что это выше ее возможностей, это унижает ее достоинства, и она не сможет это выполнять. Через некоторое время семья распалась, трагедии, они разошлись, прошли еще годы, она снова выходит замуж, и вот в этих отношениях новых, новой семьи, она на самом деле полюбила этого человека, он ее любит, жизнь прекрасна, и однажды, когда она наводила порядок в своих архивах, она нашла тот лист с теми претензиями прежнего мужа, и когда она их прочитала, она поняла, что это она все делает, и ответила от себя, почему она это делает? Потому что любовь, потому что любит. И не надо тогда никаких заявлений, претензий, чего-то, потому что ты любишь. Вот то же самое, если я пребываю в Боге, если мне находиться с Богом приятно, и я люблю Бога, я понимаю, что Он меня любит, да я это осознаю, то тогда поступать так, как Он, вообще не проблема, то тогда мне даже приятно сделать то, что Ему приятно. Что Он просит. Я предвосхищаю даже это. Когда мы говорим о Христе, цель Христа на земле показать нам пример безгрешной жизни, или Его цель была умереть? И то, и то, и другое. Наверное, даже больше. У Христа, когда Он пришел в этот мир, было больше целей. Одна из целей – разрушить дела дьявола. Вторая цель – показать человеку, насколько приятно жить с Богом, что это возможно. Потому что обвинение звучало-то какое, что жить по принципам Бога невозможно. Христос показал, что это возможно, и это прекрасно, и это чудесно. Ну и самая последняя цель – это заплатить тот выкуп, о котором мы с вами уже... Да, и Он говорит конкретно, что мне надо было умереть. И давайте мы прочитаем. Вот Иван Геотматфей, 8 глава, 31 текст. Что там написано? Христос очень открыто говорил о том, что с ним произойдет вскоре. Иван Геотматфей, 8 глава, 31 текст. Матфея сказал, да. Извините, Иван Геотматфей, 8 глава, 31 текст. И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскрес. Почему невинный заслуживает то, что заслуживает виновный человек? Только так, наверное, восполнится вот та справедливость, которую Господь установил, что возмездие... Только смерть решает проблему. Не сделал никакого греха. Мы цитировали этот текст, послание апостола Павлу к евреям. И вдруг он берет на себя... Вот давайте мы прочитаем книгу пророка Исаия, 53 глава, 31 по 6 текст. Очень значимо так пророк Исаия пишет. Давайте прочитаем эти слова. Кто поверил тому, что услышал от нас? Кому явилась сила Господня, руки его мощь? Взошел он перед ним, как росток, как побег от корня из сухой земли. Неприметен он был, никакого величия в нем, того, на что мы бы обратили внимание. Ничего такого, что привлекло бы нас. Был презираем он, отвержен людьми, страдалец, изведавший боль. Отворачивали лица люди при виде его. Гнушались мы им, не ставя его ни во что. Вообще интересные эти тексты. Они очень такие глубокие, потому что здесь именно страдание Христа. Вся 53 глава говорит о том, что Христос сделал для нас. Можно ли хотя бы отчасти понять, как Христос понес на себе наши немощи и болезни? Для нас вообще понятна тяжесть греха? В миниатюре, в какой-то совсем маленькой степени, я думаю, понятно. Мы не можем, конечно, ощутить всю боль и всю тяжесть, которую понес Иисус за все человечество. Но боль греха мы понимаем, когда мы видим, если кто-то близкий нам в нашей семье или из наших друзей, когда вот он делает что-то, и это огорчает нас, когда он согрешает, совершает какую-то ошибку. Но, может быть, даже несмотря на то, что он знал, что этого нельзя делать, то вот эту боль мы, конечно, видим. Если это случается с нашими детьми где-то порой, может быть, когда неправильные решения какие-то принимаются, то вот эта душевная боль, она, конечно, присутствует. Поэтому в малой какой-то степени... Это душевная боль одного или двух. Да, поэтому я говорю, что в малой степени можно понять. И давайте мы еще прочитаем второе послание апостола Павла Коринфской церкви, 5 глава, 19 текст. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Скажите, а мы когда с Богом поссорились? Ссора с Богом произошла тогда, когда наши прародители, Адам и Ева, они восстали против Бога. Это был вызов Богу. И дальше мы помним, как реакция была, вот эта ссора, когда Бог вышел, как обычно, мы читаем в книге Бытие, Бог вышел, как обычно, чтобы встретиться с ними, их не было на том привычном месте. Они спрятались от Бога. То есть они ощутили разрыв отношений с Богом. Общение с Богом перестало для них быть вдохновляющим и приятным. Теперь Бог внушал им только страх. Хотя это хороший вопрос, потому что когда общаешься с людьми, очень часто люди ссылаются, но это же не я, это же там Савершил, Адам и Ева. Почему мои отношения должны быть разрушены? Это очень переносится все на плечи. А вот как раз интересный вопрос, что многие сегодня хотели бы примириться с Богом. С чего начинать? С покаяния, распризнание, что и ты несовершение, что твои действия, твои поступки, они также огорчают порой Господа, причиняют Ему боль. И все начинается на распокаянии, чтобы попросить прощения, признать свою вину. А вот чтобы покаяться, опять же, вот что перед покаянием, должны ли быть еще определенные шаги в моей жизни для того, чтобы я смог покаяться? Кажется очень просто. Наверное, в вашей жизни были такие моменты, когда нужно сказать «прости», а вот это слово, оно просто из тебя не выходит. Как трудно его произнести. «Прости меня, я поступал несправедливо». Вот что должно побудить человека, чтобы он, что должно, может быть, произойти с человеком, чтобы он покаялся? Это внутренний процесс. Иногда знаем, что Бог первый подходит к человеку. Но человек перед покаянием, мне кажется, должен желать что-то изменить. Господь дает какие-то обстоятельства, дает выбор человеку. И вот здесь человек начинает думать, что ему что-то надо изменить или оставить. Все как есть. И вот эти первые шаги приводят к покаянию и так далее. То есть мы говорим, что нам не нужно никогда забывать, что с нами работает Дух Святой. И волей-неволей мы можем не признавать Его, но мы говорим о нашей совести, мы говорим о том, что человек каждый испытывает угрызение совести, а тем более Дух Святой, когда показывает правоту жизни, как ты живешь, то, безусловно, тебе хочется измениться. Я благодарен вам, друзья, за участие в нашей программе. Каждый из нас в жизни проходит через определенные страдания, недопонимания, и часто мы сталкиваемся с несправедливостью своей жизни. И нам кажется, что на этом рушится весь свет, и нет тех людей, которые помогли бы нам. Давайте, друзья, мы не будем забывать о том, что есть Тот, Который всегда приходит к нам на помощь. Будем помнить о том, что есть Тот, Который пострадал за грехи наши, отдал жизнь свою для того, чтобы мы жили. Это удивительная надежда, которая дарует нам силы двигаться вперед и верить, что Он есть, Он искупитель наш, и Он делает все возможное и сделал для нас, чтобы мы были живы. Желаем вам Божьего благословения, всего хорошего, до свидания. Я прощаюсь и с вами, друзья. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова